Весли Снейдер не попал в заявку Интера на этот матч, ну и Samuel Eto'o, другой лидер атаки на Адзури дал такое любопытное интервью, в котором раскрыл секрет своего ухода из Барселоны, сказал, что когда Гвардиола захотел с ним расстаться, то Лео Месси подошел к тренеру и сказал, пускай уйдет любой другой футболист, но только не Samuel Eto'o. Но в итоге пришлось эту Барсу покинуть, его второй сезон в Интере, и надо сказать, что вот в этом году больше у него может быть свободы в атаке, в частности, и в такие жесткие рамки не ставит его Рафа Бенитос, не заставляет сильно отрабатывать сзади, хотя, в общем, Eto'o в рамках командной установки, в рамках командной тактики и в интересах команды тоже не только впереди действовал, но и регулярно возвращался назад, если того требовала ситуация. Матч получился достаточно интересным и щедрым на опасные ситуации. Вот видели бы удар Станковича в перекладину, а счет открыли, между тем, хозяева. Вот этот эпизод. Ильичич точно бьет и досылает мяч в сетку после удара Хавьера Пастора, с которым справился Жулио Сезар. Счет становится 1-0 в пользу Палермо. После этого у Интера была масса моментов для взятия ворот. Часть из них вы сможете видеть на своих экранах. Особенно не везло Диего Мелиту, потому что он упустил, ну, как минимум, 3 великолепнейших шанса, 3 90-процентных шанса для того, чтобы отличиться. Вот этот эпизод еще по ходу первого тайма возник. Ну и после перерыва какое-то время Интер никак не мог подобрать ключик к воротам, которые защищал Сальваторе Сиригу, кандидат в сборную Италии. Был момент и у хозяев. Если бы они забили второй мяч вот в этой атаке, то, наверное, многие вопросы сумели бы снять с повестки дня. Но здесь великолепно сыграл Жулио Сезар. Вот еще один момент, который упускает Мелиту. И, кстати говоря, наставник Интера после матча этих эпизодов коснулся и сказал Рафа Бенитес, что все делал здорово Мелиту. Ну, то, что не удалось забить, это ситуация, которая иногда бывает у нападающих. И нужно просто забить один гол, чтобы дальше прорвало. Пока Мелита в чемпионате не забил ни одного мяча. Ну, а вот Семель ЭТО после трех туров с тремя голами входит в группу лучших снайперов. И именно ЭТО сравнял счет на 62-й минуте. Хлесткий удар. Мяч летит в нижний угол. Был момент у Пасторе после этого, но он не попал в створ. В предельности ради, скажем, что из этой позиции сложно было поразить цель. И вот этот великолепный розыгрыш с участием Майкона, Станковича и ЭТО. И ЭТО забивает второй мяч. Станкович, кстати, сказал, что собирается завершить карьеру в 2014 году. И обязательно в футболке Интера. И в дальнейшем хотел бы быть детским тренером. Ну, вот это он говорил до матча. А непосредственно в матче Станкович отдал голевую передачу. И этот гол стал решающим. Дальше была серия эпизодов, когда арбитр не назначал пенальти у ворота Интера. И президент Палермо Мурицо Дзампарини выразил недовольство судейством по окончании матча. Сказал, что арбитр, видимо, получил солнечный удар. Если бы подобные эпизоды случились в штрафной площади хозяев, то было бы назначено аж 4 пенальти. И сказал Дзампарини, что Палермо проиграл Интеру из-за судейства. Ну, в какой-то степени можно его понять, потому что эмоции сразу после игры. Но в целом все-таки Интер имел гораздо больше моментов для взятия ворот. Если бы он реализовал хотя бы половину, то забил бы не два мяча, а может быть 4 или 5 даже. Ну, и вот у хозяев тоже был момент, но не сумел забить Пастора. Мяч от рук Жюльоса за ругодил в штангу. Со счетом 2-1 Интер выиграл у Палермо и набрал 7 очков.